Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на мои обновки одежды, обуви и аксессуаров на эту весну. И начнем мы, наверное, с обуви, потому что мне кажется, что это всегда вот один из самых таких интересных разделов. Давайте первое, что я вам покажу, это будут ботиночки. И эти ботинки, они, знаете, не совсем на самом деле весенние, потому что они очень теплые, они на искусственном меху и больше подходят, ну, наверное, на зиму. Но так как весна у нас холодная обычно, и март точно еще будет холодный, я думаю, что они мне очень пригодятся, по крайней мере, вот сейчас я их ношу и просто не нарадуюсь. Вот так они выглядят, это такие ботиночки на каблуке, у них каблучок, ну, вообще-то, довольно большой, мне кажется, тут где-то сантиметров 8, может быть. И здесь еще есть небольшая такая платформа, ну, прям совсем-совсем-совсем небольшая. Я просто обожаю такую модель, и ботинки такой модели у меня уже были, наверное, даже не один раз. Я еще, когда была подростком, просто влюбилась почему-то именно вот в такие ботиночки на шнуровке. Чем они хороши? Во-первых, они из натуральной кожи, и кожа здесь очень такая плотная и очень гладкая. Кстати, это, по-моему, Ральф, Ральф Рингер, да, и я заказывала их с Ламоды. Второй пункт, почему они хороши? Они очень теплые. Это искусственный мех, даже это, ну, не то, что мех, а вот какой-то, знаете, такой материал немножко войлочный, похож на войлок, и он просто супер теплый. В них есть и минус. Минус такой, что если вы в них ходите в помещении, то в них, на самом деле, довольно жарко. И самое главное, что они невероятно удобные, они очень устойчивые, несмотря вот на этот каблук. Я когда их получила, я думала, что, ну, может быть, все-таки он будет чуть-чуть высоковат, но когда я их надела, я поняла, что это просто что-то невероятное, я никак не могла ожидать, что они окажутся настолько удобными. И, кстати, эти ботинки, они подходят на широкую стопу. В общем, ботинки потрясающие, я буду их носить сейчас, я буду их носить в марте, и, конечно же, буду носить их в следующем году зимой. Кстати, скажите мне, пожалуйста, ну, напишите в комментариях, делаете ли вы вот так, что когда заканчивается сезон, например, ну, там, скажем, в феврале, в марте, покупаете ли вы себе зимнюю обувь на следующий год, чтобы, знаете, купить что-то хорошее с такой приличной скидкой, и уже в следующем году осенью у вас не было проблемы, что у вас вдруг нечего совершенно надеть, нечего носить, а уже на улице холодно, там сугробы пошли, а все зимние ботинки и сапожки стоят там по 20 тысяч. Так что я наконец-то пришла, как мне кажется, к вот этому состоянию, когда я себе покупаю обувь на следующий сезон в конце предыдущего, и я прям очень этим довольна. Следующее, что я вам хочу показать, это уже, конечно, на весну, это вот такие коричневые балетки. Это балетки от компании Тамарис, надеюсь, что правильно произношу название этой компании. В общем, я с обувью Тамарис знакома очень давно, я помню, что у меня были от них босоножки на мой выпускной еще в школе, и мне всегда эта обувь очень нравилась. Она, кстати, у нас продается очень во многих магазинах, ну такая вот базовая обувь, причем довольно недешевая, потому что она практически всегда из натуральной кожи. Вот это натуральная кожа, и внутри здесь очень мягкая стелька, здесь даже написано «тачит», то есть «потрогай», какие мы мягенькие, потрогай, потрогай, надень нас. И когда я увидела эти балетки на сайте, на Ламоде, мне показалось, что они как бы целиком вот такого вот коричневого цвета, но на самом деле у них немножко затемненный носочек. Кстати, я знаю, что не всем нравится закругленный нос, но мне лично нравится. Мне кажется, что они довольно изящные, несмотря на то, что вообще это 39 размер, и они такие, ну, как вы видите, длинненькие. Не очень они понравились моему мужу, потому что он сказал, что они немножечко такие, знаете, бабушкины, но я считаю, что это вечная классика, и такие балетки, они подойдут вообще, ну, абсолютно к любому наряду. Ну, конечно, они очень базовые и очень такие простые, и мне кажется, что в этом как раз их прелесть. Я обожаю такие вещи, которые долго служат. У меня, кстати, были ботинки от Тамарис, очень похожие на те, которые я вам сейчас показала. И я их ношу уже, наверное, лет 6, так что я уверена в качестве этой обуви, поэтому всегда ее покупаю. Кстати, напишите, если вы тоже с этой маркой знакомы, были ли у вас какие-то приятные впечатления от нее, или, может быть, наоборот, вам не повезло, и впечатления остались неприятные. Прям очень мне нравится, очень их приятно держать в руках, а на ногах, конечно, их еще приятнее ощущать. Сейчас нас ждет еще одна пара обуви, а потом мы переместимся к аксессуарам, а конкретно к сумочкам. Вообще, это даже не сумочки, а рюкзачки. В общем, это вот такие лоферы. Я их заказывала на сайте Asos. Asos это вообще мой самый любимый, наверное, интернет-магазин. Я с него заказывала вещи еще когда, еще когда, по-моему, училась в институте даже. И, кстати, у них есть отдельная коллекция, которая, ну, как бы принадлежит самому Asos. И у них есть просто Asos. Asos для девушек плюс сайз, для маленьких девушек, для высоких девушек. То есть, вот знаете, как английские магазины, типа Topshop или там универмагов каких-то, как Debenhams или Next, они обычно вот делают такое разделение по отделам. Так и Asos тоже делает. Мне кажется, это здорово, что каждый может найти то, что ему нравится. В общем, вот эти лоферы я увидела у английских блогеров, которых я, как вы знаете, очень-очень люблю и часто смотрю. Буквально там каждая вторая девушка себе такие заказала. И мне так они понравились в их видео, когда они их демонстрировали. Я решила, что тоже нужно мне такие себе заказать. В общем, это такие лоферы очень классического вида с небольшой пряжкой. Вот тут, правда, у меня какая-то маленькая царапинка, но, в принципе, ее не особенно заметно. И на небольшом очень каблучке тоже удобный и тоже из натуральной кожи. В общем, я довольна. Ну, как вы понимаете, что их, что балетки я носила пока только дома, но, по крайней мере, они нигде не жмут. И вот мне кажется, что эти лоферы, они подойдут и на широкую стопу. Хотя у меня, я все время говорю, на широкую стопу у меня у самой очень-очень узкая нога. И для меня это может быть даже скорее минус, чем плюс, когда вот обувь широкая. Но я знаю, что для многих это принципиально. Теперь, наконец-то, переходим к аксессуарам. И начнем мы с моего любимца. Это просто хит всех моих последних выходов куда-то. Это вот такой вот замшевый рюкзачок. Мне кажется, он просто прелестный. Это натуральная замша. Сделан он в Индии. И, как вы видите, он розовый. Такой нежно-пудрово-розовый. К сожалению, я его умудрилась немножечко заляпать. Уже замшу довольно сложно очистить, как вы знаете. Ее лучше очищать, например, даже сухой зубной щеткой. Ну, можно попробовать, вот как замша конкретно реагирует там на воду, на мыльное какое-то средство. Просто разные вещи могут по-разному отреагировать. Поэтому с этим нужно быть аккуратным. В общем, чем хороший этот рюкзачок? Во-первых, тем, что он довольно маленький. Во-вторых, тем, что у него очень интересная форма. Ну, а в-третьих, тем, что он с небольшим секретом. То есть, вот здесь вот самое, как бы, его основное отделение, оно на самом деле является обманкой. Это отделение, куда вы можете положить, ну, там, я не знаю, жвачку, может быть, проездной, вот что-то такое. Оно очень маленькое. Это просто такой кармашек. Основное отделение, главное, находится сзади. То есть, прилегает вам к спине. И таким образом вы можете не бояться рюкзаков больше, что там кто-то у вас откроет рюкзак и что-то оттуда возьмет. Это отделение, оно большое. Оно занимает все пространство рюкзачка. И в нем еще есть дополнительное маленькое отделение для самых-самых ценных и сокровенных вещей. В общем, я крайне им довольна уже, как я сказала, несколько раз его выгуливала на улицу. Мне он безумно нравится. И более того, он еще подходит к большинству моих нарядов. Так что жду не дождусь весны, когда смогу его носить почаще, потому что, к большому моему сожалению, замшевые вещи не очень хорошо себя чувствуют, когда на улице идет снег, дождь, град и все такое. Еще один рюкзак я заказала для того, чтобы ходить с ним за покупками. Это рюкзак с сайта LaModa. Как вы видите, у нас сегодня Asos LaModa, но будут вещи еще и просто из магазинов. И это рюкзак из такой очень мягкой ткани. Это полиуретан. Она похожа на ту ткань, которую используют для изготовления чехлов для ноутбуков. Знаете, такие вот мягенькие чехлы. В общем, это рюкзак, который мне понравился тем, что он, как мне кажется, довольно стильно выглядит. Во-первых, именно за счет вот этого своего серого цвета. Подойдет ко многим нарядам. А еще тем, что у него как бы сделаны под кожу все детали фурнитуры. И единственный его минус, наверное, в том, что он довольно мягенький и довольно тоненький. Я вот не знаю, насколько долго он продержится, потому что я его купила для того, чтобы ходить с ним в магазину за продуктами. Потому что очень часто бывает, что, ну, идешь в магазин, даже если у тебя есть большая, вот знаете, такие сумки, которые сейчас продаются там в Ашане и в других магазинах, плотные для покупок. Их очень тяжело все равно носить, даже на плече, а в рюкзаке все носить значительно легче. Поэтому вот хочу посмотреть, как он будет себя вести. И, кстати, у него есть большой карман спереди и внутри еще несколько маленьких кармашков. Там под мобильный телефон, под какие-то документы небольшие и так далее. В общем, посмотрим, посмотрим, как он себя поведет. Так, и давайте теперь вам покажу еще одну деталь, деталь моего образа. Это аксессуары. Это вот эти сережки. Меня почему-то про них очень много раз уже спрашивали в Инстаграме, в Директе. И всех очень интересовало, что же это за сережки такие, где я их купила. Это H&M, и я купила целый набор. Я вообще, как вы можете знать, я когда-то отвечала на этот вопрос. Я не очень люблю бижутерию. Когда-то давно мне она нравилась, но так как чем старше я становлюсь, тем более спокойно я отношусь к украшениям в целом. Ну, как-то вот мне достаточно какого-то минимума. Я крайне редко что-то себе покупаю, и на бижутерию я вообще почти никогда не обращаю внимания. Но в этот раз мы с подружкой зашли в H&M, и пока она выбирала себе вещи, я подзависла у стенда с бижутерией. И вот присмотрела себе этот наборчик. В нем 4 пары сережек, и по-моему он стоил где-то то ли 500, то ли 400 рублей. Ну, то есть примерно по 100 рублей за пару. Сережки хорошего качества. Мне понравилось, что они, знаете, во-первых, они не окисляются, во-вторых, они хорошо сделаны, хорошо выглядят. И у меня вариант набора, где есть серый, вот такой розовый, золотистый, даже не золотистый, а просто золотой, и белый цвет. Есть, по-моему, там еще другие варианты с другими цветами, я уверена, что пока они еще должны быть в продаже. В общем, для всех, кого этот вопрос интересовал, рассказываю, откуда же эти сережки. Так, и дальше мы, наверное, с вами уже перейдем к одежде. Первое, что я вам хотела показать, это вот этот свитер, в котором, возможно, вы меня уже видели в других видео, а может быть и нет еще. Это свитер, который я покупала для одного мероприятия, где надо было как-то ярко нарядиться. Но, знаете, у меня понятие как-то о яркости немножко, наверное, изощренное, и поэтому мой взгляд упал на вот этот свитер. Мне кажется, что он достаточно яркий, но я думаю, что большинство людей скажет, что он довольно-таки пастельного оттенка. Это такой розовый оттенок, сам свитер синтетический. Я, к сожалению, уже срезала этикетку и не могу установить, из чего он точно был сделан, но, наверное, на сайте можно посмотреть. В общем, это свитер с таким опущенным плечом, и у него как бы вывернутые такие швы достаточно грубые. И вообще свитер выглядит достаточно грубым. Он, к тому же, еще оверсайз, то есть он такой широкий, и можно спустить одно плечо. Так что все прям, знаете, по последним трендам. И он очень приятный, к тому же, к телу, он не жаркий, он и не холодный в то же время. В общем, такой очень даже неплохой свитер. Кстати, насчет Stradivarius магазина, как-то в последнее время они начали делать прям очень даже приличные вещи, очень интересные. Хотя, почему я говорю, что это не Stradivarius, это магазин Pull&Bear. Я сейчас вспоминаю, где я его купила, и думаю, это же был точно не Stradivarius. В общем, девчонки, Pull&Bear. Еще одно мое приобретение, это суперпростая футболка из H&M. Почему я вам ее показываю? Потому что я о ней мечтала очень давно. Это именно футболка-бейсболка, по-моему, такие называются кофточки, у которой вот такие вот контрастного цвета рукавчики. И я такие футболки видела очень-очень на многих девчонках, но почему-то мне они в магазинах никогда не попадались. Хотя мне они всегда очень нравились. Но она, знаете, такая супер базовая, это сочетание серого с бордовым. И я ее покупала в H&M где-то, наверное, рублей за 400, может быть, или 500. Их там большое разнообразие, там в разных цветовых сочетаниях. Так что, если вам интересно, то посмотрите, я думаю, что они еще там могут быть. А сейчас вам еще покажу две детали гардероба, тоже на весну. Это верхняя одежда. Первый экземпляр, это вот такая куртка, это косуха сейсоса. И, как вы видите, это опять розовая замша. Меня прям потянуло на эту розовую замшу, но я думаю, что это будет очень актуально и весной, и летом, и, может быть, ранней осенью, пока, конечно, не пойдут дожди. В общем, это действительно куртка-косуха, в том плане, что у нее косая молния. И она очень мягенькая, она такая симпатичная. Единственное, что я, когда ее заказывала, я думала, что она будет вот просто замшевая, ну, примерно как рюкзачок, который я вам показывала. Но, на самом деле, у нее есть какая-то небольшая текстура, как будто на ней выбиты такие небольшие точечки. И это заметно только вот, если вы прям смотрите на нее вблизи. Мне очень понравилось, кстати, как она была упакована, потому что, ну, понятно, и рюкзачок, кстати, тоже был очень хорошо упакован. Ну, и вообще все покупки с ASOS, вот чем мне нравится ASOS, они присылают всегда в пакетах, но они при этом очень хорошо все упаковывают. То есть там все проложено бумажечками, какими-то там с пупырышками, вот этими пластиковыми штучками. Так что прям молодцы в этом плане. И тоже, я немножко забыла уже мысль свою, тоже, когда достала эту куртку, была удивлена, что там даже вся фурнитура была обернута маленькими бумажечками, которые я потом еще полчаса снимала с этой куртки. Опять же, жду весны, очень хочу ее уже выгулять на улице. Ну, и последняя вещь на сегодня, это классический тренч. Это тоже ASOS. Понимаю, что вам так не видно, поэтому обязательно еще включу в это видео примерку. По поводу вообще тренчи, хотела сказать, что у меня... Так, тихо. У меня с ними связана длинная история, потому что я вообще без ума от плащей тренчи. Я свой первый тренч покупала еще, когда, по-моему, училась в 10 классе. Тогда был очень популярен такой магазин, как Вера Мода. Да, и, в принципе, он до сих пор существует, но он сейчас вот как-то реже уже стал встречаться. В общем, я тогда в нем купила черный тренч на какой-то распродаже и была просто счастлива. Я его носила несколько лет, и до сих пор он у меня есть, до сих пор он выглядит прилично, и я его очень люблю. Но, конечно, немножко он уже поистрепался за прошедшие годы. И решила я на ASOS заказать их классический тренч. У них как раз вот в этой их коллекции ASOS есть как бы классическая модель тренчи. Есть в бежевом варианте, есть в черном варианте. Но я подумала, что, наверное, черный вариант, он немножко более универсальный. Я извиняюсь за всякие посторонние звуки. Дело в том, что у нас тут ворох одежды просто со всех сторон, и она как-то резко начала сползать вся вниз. В общем, чем мне понравился этот тренч, тем, что он сделан из хлопковой ткани, он такой плотненький, он немножко даже напоминает джинсу. То есть, ну, вы представляете, такой вот прям такая плотная ткань, и у него вот все как должно быть в тренче. То есть, это действительно ASOS, это британский магазин, поэтому они знают, как надо шить такие плащи. Все вот эти вот, все пуговки на месте, все отвороты заглажены так, как нужно. Потому что вы, наверное, могли с таким встречаться, что некоторые бренды, они вот, знаете, как-то немножко переиначивают, либо у них там не совсем все выверено так, как должно быть в плаще такой модели. А здесь вот прям все так хорошо пришито, все как-то, ну, прям вот качественно сделано. Поэтому я очень довольна. И я очень хотела еще вам показать сегодня платье, которое я тоже заказывала с ASOS, но, к сожалению, оно у меня немножко запаздывает, потому что я его попозже заказала, и не успела я в сегодняшний ролик его включить. Но обязательно вам покажу в одном из следующих своих видео. В общем, я надеюсь, что вам понравился этот ролик, что вам понравились мои покупки. Может быть, вы для себя что-то интересное присмотрели, какую-то идею покупки для вашего гардероба на весну. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok